Мы в 40 километрах от города, в Каче. Здесь тоже один из городских пляжей. Называется наш парус. И раз, два, три, четыре, пять. Начинаем проверять. Проход к морю по лестнице. Спуск-подъем несложный. Если что, есть перила. А устал, можно и присесть. Чисто. И урны есть. Хоть это и не в списке наших проверочных пунктов. Поставим плюс. Нам не жалко. Мы спустились вниз. И как нас уже успели уведомить, пляж этот начинается с вот этих буйков. И всего его протяженность 90 метров. Остальное – это береговая линия. Первое, что привлекло наше внимание – табличка «Вызов помощи для инвалидов-колясочников». Мы, конечно же, звоним. Там, где начинается пляж, где буйки маленькие. Все, все хорошо. Подходим, берем инвалида. Два человека от нас, как минимум, здесь. И поднимаем. Можно даже на руках донести. Спасибо большое. Мы просто проверяли, работает эта услуга на самом деле или не работает. Как вам по чистоте, по комфорту? В принципе, более-менее. Какую оценку поставите? Ну, четверочка, наверное. Весь пляж песочно-галечный. Мы прошлись по территории. В принципе, чисто. Единственный момент – это вот эти вот щели, в которых скопился мусор. Вопрос, почему здесь не убирают? Почему не убираете? Мусор убирается ежедневно. Единственное то, что, к сожалению, идет у нас от культуры наших посетителей, за которыми не успевают уборщики убирать. Не, ну я так смотрю, что не за сегодняшний день один там скопление мусора. Учтем это. Учтем, уберем. Здесь море самое чистое. Я побывал во многих местах в Крыму. Но вот сюда четвертый год езжу подряд. Отличное море. Очень чистое, очень мягкая вода. Вот, кстати, шли мы, шли. И единственное, чего мы не нашли на всей территории пляжа, так это стационарных навесов и лежаков. Дальше по списку. Туалет. Есть био для маломобильных групп граждан. Чисто. И стационарный. Мальчики налево, девочки направо. Не евроремонт, но и не разруха. Видно, что моют. Вода есть, мыло есть, туалетная бумага есть. Кстати, к мальчикам мы тоже заходили. И там все в порядке. Что с душем? А вот он один на весь пляж. Раздевалки их всего две. Но отдыхающих здесь, в принципе, немного. Может, этого и достаточно. Однако, все равно, в кабинках крючков явно не хватает. Убогий гвоздик. Гвоздик. И вот еще одна вешалочка. Всего лишь навсего. Опять же, впечатление неоднозначное, так же, как и с душем. Ну, в принципе, внутри, конечно, чисто. Здесь ничего нет. Информационный стенд присутствует, но явно заполняется нерегулярно. Пока мы ходили по пляжу, видимо, успели исправить то, что успели. И пост посадили. Все в порядке? Никаких вообще случаев? Да, вроде не было ничего. А вот скажите мне такой момент. Всего протяженность пляжа 90 метров. Остальные люди, которые за пределами этого пляжа, вы как-то на их безопасность наблюдаете? Ну, конечно, наблюдаем. Но это же не входит в ваши обязательства. Ну, все равно, ну, входит, не входит, но если надо, то все равно пойду доставать или еще что-то. Не оставлять же, конечно же. Чем пост оборудован ваш? Ну, биноклем, громкоговорителем, аптечка, спасательные жилеты, лодки, все есть. Время подводить итоги. Какую оценку поставьте пляжу? Ну, по международному я поставил 4, не больше. Согласимся с отдыхающими. На наш взгляд, тоже общая картина, очень даже ничего. Но перед тем, как выставить оценки по каждому пункту, разрешим еще пару вопросов. Почему на всей территории пляжа нет стационарных навесов и лжаков? Нет возможности установить, в связи с узкой береговой чертой, берегом, нет возможности установить тенниевые навесы, потому что во время штормов их смывают. На всю территорию пляжа считаете одной душевой достаточно? Достаточно. Ну, так люди же приходят из береговой линии, как вы это называете? Но мы отвечаем за и обеспечиваем, должны обеспечить только на ту протяженность пляжей, которая нам выделена. И две раздевалки тоже? Достаточно. Были комиссии Роспотребнадзора, МЧС, все это проверяли, все соответствует нормам. Итог. Информационное табло нужно заполнять регулярно, поэтому минус балл. На пляже и набережной в общем чисто, но есть недосчеты. Тоже четверка. Морская вода однозначно пять, спасатели тоже отличники. За раздевалки пятерка авансом. Крючков катастрофически мало, да и самих кабин для переодевания тоже хотелось бы побольше. Хоть и говорят, что все по нормам. Это касается и душа, четверка за то, что он один. Туалет тоже хорошо, но хочется же лучше. Навесы, лежаки, ноль. Общий балл 31. Опять же, повторимся, все очень даже неплохо, но стремиться определенно есть куда. И напоследок. На территории самого пляжа навесов и лежаков нет. Чудеса да и только. А вот на прибрежной линии, так называемой, пожалуйста. Там больше, территория, береговая черта шире на пять-шесть метров. Ну, визуально вообще никак не шире. И вообще, почему, откуда сам есть навесы и лежаки, если это береговая простолиния, не территория пляжа? Как это объясняется? В чьи-то частные руки попало? Нет. Зарабатываете на этом? Нет. Ну, объясните. Это не относится к пляжу, поэтому я не могу пояснить, почему. А мы можем пояснить нелегальная деятельность. Но это уже другая история.